9 апреля в 9 муниципалитетах Краснодарского края состоялись выборы глав 11 сельских поселений. В Славинском районе голосование прошло в станице Анастасиевской, где впервые на Кубани были использованы новейшие цифровые разработки японских ученых. Передовые технологии с применением QR-кода специально были внедрены к выборам с целью недопущения технических ошибок при внесении итогов голосования и ускорения процесса подсчета. Подробности в первом материале выпуска. Голосование на шести избирательных участках анастасиевского сельского поселения стартовало в 8 утра. В бюллетенях пять кандидатов, из которых анастасиевцам предстояло выбрать, кто возглавит их сельскую администрацию на ближайшие пять лет. В списках избирателей самого большого участка, номер 4224, который находился в сельском доме культуры, значилось более двух с половиной тысяч человек. Самые активные, в основном это люди преклонного возраста, знающие, как важно иметь право выбора, проголосовали в первой половине дня. Я каждый раз хожу, всё время хожу. Так что за нашего главу это обязательно надо проголосовать. Я пришла на голосование для того, чтобы проголосовать. Для меня это очень важно, для нашей станицы. Проголосовать в этот день была возможность и у тех жителей, кто не мог прийти на свой избирательный участок по состоянию здоровья или по каким-либо другим уважительным причинам. Для них было организовано голосование на дому. Активно участвовала в местных выборах в течение дня и молодёжь поселения. Среди них были те, кто голосовал впервые. Я пришла с мамой и сестрой, мне исполнилось 18 лет, и я считаю, что голосовать – это долг каждого человека. В этот день выборы проходили в нескольких районах края. Но особое внимание было приковано именно к Анастасиевскому сельскому поселению. Здесь впервые на Кубани была применена новая технология, предполагающая применение так называемого QR-кода, которое позволило минимизировать количество ошибок при вводе протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования и ускорить этот процесс. У нас будет использоваться на выборах электронный протокол. Что это такое? Это облегчает в какой-то степени работу участковых избирательных комиссий, потому что после окончания голосования председатели, секретари комиссии будут вводить данные по итогам выборов в компьютер, и протокол будет уже составляться в электронном виде. Обязательно на протоколе будет пиар-код, по которому можно прочитать всю информацию, которая находится в протоколе. Ровно в 8 вечера двери избирательных участков закрылись. Члены избирательных комиссий приступили к подсчёту голосов. К этому времени, чтобы отследить, как работает новая система, приехали представители Краевого избиркома. В составе делегации, чтобы перенять передовой опыт, были руководители избирательных комиссий из других регионов. О применении новой технологии рассказал начальник Краевого избиркома Алексей Черненко. Это новая разработка идеи Центральной избирательной комиссии. Она, по идее, должна помочь не ошибиться нашим уважаемым коллегам, членам нежестающих комиссий, участковых и территориальных в подсчёте голосов. Собственно говоря, это программа, которая не позволит выдать просто на руки протокол, в котором содержатся какие-то ошибки. Мы не случайно выбрали Славянский район. Здесь добротная, хорошая территориальная комиссия. Она считает у нас базовой комиссией. Также Алексей Черненко отметил, что если процедура пройдёт успешно, шифры применят в единый день голосования в сентябре. Всего в Анастасиевском сельском поселении в списках голосующих было свыше 9700 человек. Явка избирателей составила более 70%. Большинством голосов, а это 96,48%, земляки поддержали Александра Семко.